С нами на связи Илья Пономарёв, создатель канала Утро Февраля, экс-депутат Госдумы Российской Федерации. Илья, здравствуйте. Традиционно рада вас видеть. Добрый вечер. Здравствуйте. Я бы начал с такой фразы. Пули настигли путинского мясника. Я сейчас цитирую телеграм-канал Роспартизан. Вы у себя в телеграм-канале также распространили это заявление. Это вестник русского сопротивления. Сегодня в городе Краснодар Российской Федерации был застрелен заместитель начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. Фридом также об этом сообщил меньше часа тому назад. Утром Ржицкий, пишет Роспартизан, крепко озаботившийся о своем здоровье, отправился на утреннюю пробежку. Его подкараулил около спорткомплекса «Олимп» неизвестный, который выстрелил четыре раза в грудь и спину силовику, после чего скрылся Ржицкий, погиб на месте. Кто этот человек? Объясним для наших зрителей. СМИ сообщали, что он был причастен к пуску калибров по территории Украины. Естественно, из-за этих пусков гибли украинцы, в том числе в Венеции, погибла четырехлетняя девочка Лиза. Ее мать тогда получила тяжелые ранения. Ржицкий был капитаном второго ранга, ну и также командиром подлодки «Краснодар». Как это убийство можно оценивать? Ведь кто-то может сказать, что это просто определенная, ну, простите за грубость, наверное, такое слово используется в тех кругах, терки между военными, либо какие-то бизнес-терки. Не знаю, как правильно. Илья, вы как видите, что же произошло сегодня утром в Краснодаре? Ну, это первая ласточка. Там действительно составлен целый список людей из числа военных, которые участвовали в совершении военных преступлений. Ну и вот потихонечку это начинает раскручиваться. Этот человек, Ржицкий, действительно отвечает за одно из первых громких преступлений, которое было еще весной прошлого года. То есть, если не считать резню в Буче и в РПН, то из точки зрения вот этих вот ракетных налетов, авианалетов, оно было одно из первых. Да, это была бомбардировка Винницы, и вы правильно сказали, там погибли мирные граждане, маленький ребенок, мама погибла, и вся Украина тогда скорбила по погибшим. Ну, вот были люди, которые сказали, что они отомстят, и они отомстили. По-вашему, этот список, он из каких фамилий, имен состоит, и кто? Ну, во главе, наверное, тут не нужно быть, да, семипядий во лбу, кто стоит? Это господин Путин, и Путин, и его, простите, миньоны. А кто вот из таких вот людей, малоизвестных в социальных сетях, в средствах массовой информации, может быть, следующим, Заржицким? Нет, в этом списке все люди малоизвестные, на самом деле. Потому что это все результат расследовательских мероприятий по именно военным преступникам, их никто не знает. И, в принципе, все эти списки выложены в сетях, и проведена работа по выяснению их персональных данных, где они живут и так далее. Ну, вот, соответственно, их берут неизвестные патриоты в отработку и занимаются тем, что восстанавливают справедливость. Все-таки, я думаю, что приоритеты в этих списках, наверное, даже не на руку оглашать тем, кто эти списки составляет. Но, тем не менее, мы можем только предполагать. После вот этого случая с Заржицким, вероятно, появится некоторая осторожность. Ну, как минимум, уже так беспечно на пробежку никто не будет из этого списка выходить и так далее. Но, тем не менее... Пусть оглядываются, пусть оглядываются до конца жизни. Это прямая задача. Просто защитить их все равно никто не сможет. Там речь идет про сотни и тысячи фамилий, которые по всей России. Вот об этом я и хотела вас спросить, что защищать их, вероятно, никто не собирается и никто не будет. Возьмите. На самом деле, власть даже заинтересована в том, чтобы их всех подстреливали бы. Потому что это же все свидетели, которые потом могут на суде что-то рассказать. Поэтому я точно уверен, что никто их защищать не будет. Ну, а, конечно, с точки зрения нашей борьбы и победы, это все важно. Потому что важно, чтобы каждый человек, который стреляет мирно граждан, потом бы шел и оглядывался. Дело в том, что если в таких случаях будет становиться больше, вероятно, и будет становиться больше, тем более, если вы говорите, никто их защищать не собирается. Но это же так или иначе будет получать хоть какую-то огласку. И это так или иначе будет несколько расшатывать и далее ситуацию внутри самой России. А это тоже не на руку даже самому Путину. Ну, я говорю, здесь всегда во всем, что делает Путин, всегда есть плюсы и минусы. Вот вы только что в эфире цитировали, например, Зубова, который говорил про смутное время. И понятно, что всем уважаемым либеральным оппозиционерам очень хочется верить в то, что кто-то там сделает вот эту работу и расшатает ситуацию, и что вся эта власть упадет и так далее. Я думаю, что надо к вопросу относиться прагматически. И, с одной стороны, стратегически, конечно, это вдохновляет очень сильно легион свободы России на то, что можно идти вперед и можно в результате сравнительно небольших сил применения добиться смены власти в стране. С другой стороны, как раз это не ослабление режима, это позиционирование Путина как большого победителя. Вот и здесь в этом вопросе все ровно то же самое. Есть тактические преимущества. Есть, по-видимому, власти считают, что к ним будут приходить о том, что защити отец родной. У нас нету других союзников, кроме тебя. Но стратегически, я, конечно, считаю, что это ослабление, это страх, паника. Самый лучший союзник перемен – это страх и паника. Силовиков в целом в 2023 году, исходя из бюджета Российской Федерации, было заложено 4,4 триллиона рублей. Исходя из сегодняшних новостей и новостей, которые постепенно поступают из территории Российской Федерации, Freedom у них постоянно говорит о диверсиях. Простой вопрос. Где ФСБ? Где двойка, так называемая, служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом? Гусары молчат, да, где они находятся. Там они примерно и находятся. Но они отчитываются. У них возможности, на самом деле, защищать конституционный строй никакого нет. Они сейчас занимаются достаточно простыми, достаточно эффективными, кстати, вещами. Они просто шерстят всех, кто въезжал с территории Украины последние полтора-два года. Они шерстят всех людей, у которых есть какие-то украинские корни, какие-то выявленные связи. То есть они занимаются, скорее, профилактическим запугиванием тех людей, которые могут в этом участвовать. Понимая, что выявить агентов они не могут, но хотя бы то, что они пришли к человеку, который на самом деле может быть на связи с Украиной, значит, он испугается. И чего-то не будет сделать, считая, что он под колпаком. Но такие вещи они сейчас совершают по всей стране. И, конечно, это не имеет ничего общего ни с законностью, ни с презумпцией невиновности и так далее. Но профилактические беседы они проводят. Но ничего, мы рассказываем нашим товарищам о том, что не обращайте на это внимания. То, что к вам приходили, они же все равно не понимают, кто чего делает, а кто ничего не делает. Каким-то образом, просто когда не случился бунт Пригожина, когда была эта попытка, предполагалось, что все-таки это только начало, и так или иначе что-то подобное еще будет. Просто кто это сделает, еще, знаете, такая несколько интрига остается. Как вы считаете, вот эти два вида бунта, такой, который мы начали только что обсуждать, и такого типа, как Пригожин организовал, так помпезно, ярко, это два параллельных трека, или это взаимозамещаемые такие события? Нет, я думаю, что следует ожидать каких-то перемен наверху. Скорее, следующая история будет сильно не похожа на Пригожинскую. Она обязательно произойдет, я в это, и не просто верю, я в этом уверен. По мере военных неудач на фронте, по мере продвижения украинской армии, обязательно будут люди наверху, которые будут пытаться что-то изменить и как-то избежать окончательного краха. Это обязательно будет происходить. Но аналог того, что делал Пригожин, я вижу только одну силу, которая это может сделать. Это легион свободы России. Я других сил внутри страны, которые могла бы повторить, просто не вижу. Господин Ходорковский, ваш коллега по оппозиции, если я могу так сказать, Илья, можно, да, так хорошо, говорил как раз во время вот этого марша справедливости Пригожинского, вы помните, писал у себя в телеграм-канале, по-моему, целые несколько там пунктов, десяток, если мне память не изменяет, как должны сейчас действовать там граждане России, которые не верят Путину и хотят его скорейшей ликвидации. Я скажу это вот так. Один из пунктов это то, что возьмите в руки оружие. А есть ли сейчас возможность у граждан Российской Федерации взять в руки оружие? Откуда? Это же тоже вопрос огромный. Вы совершенно правильный вопрос задаете. Я Михаил Борисовичу говорил несколько раз. Михаил Борисович, давайте. Илья, у нас небольшие проблемы со связью. Илья, Илья, небольшие проблемы со связью. Коллеги, давайте, да, настроилась связь. Илья, можете сначала, да, ответить? Небольшие проблемы со связью у нас были? Пожалуйста, вам слово. Да, простите. Я говорю, что Михаилу Борисовичу стоит перейти от теории к практике. И если он, наконец, пришел к правильным выводам о том, что надо заниматься силовым сопротивлением, то, может, это лучше делать не вместе с Пригожиным, а с Легионом Свободы России. Вот, пожалуйста, вот может быть основа для того, чтобы вырастить до достаточного размера необходимый силовой кулак. Если каким-то причинам не нравится Легион, можно сделать что-то свое. Я думаю, что Украина точно не будет возражать. Вон, у белорусов несколько своих подразделений. Почему может не быть несколько аналогичных подразделений у россиян? Все равно все там будем, все вместе сольемся в одно движение в конце. Но давать советы и тем более говорить о том, что идите по стопам Пригожина, ну, наверное, это не совсем правильно. Мне кажется, поддерживать каких-то зэков, уголовников, от которых точно ничего хорошего не будет. И это главное, в общем, мне кажется, специально Путин допустил такое развитие событий ровно для того, чтобы напугать весь мир. И если Михаил Борисович хочет стать в ряды тех людей, которыми пугают Байденов, Сунаков и других мировых лидеров, ну, мне кажется, от этого ничего хорошего получиться не может. А вот от силового сопротивления может и должно. Просто давайте этим заниматься, а не теоретизировать. Просто давайте заниматься, идти вперед, давайте объединяться. Все должны быть компоненты вместе. Есть силовой кулак в лице легиона, есть политическое ядро в лице съезда народных депутатов, есть у них поддержка Украины, есть поддержка стран Восточной Европы. Ну, отлично, поехали. А вот это вот неисчисляемое просто количество частных военных компаний, которые в России организовываются, как вы считаете, их влияние может ли быть, могут ли они присоединиться, и если они присоединятся, то к какой стороне? Да нет, смотрите, это освоение средств. Были частные охранные предприятия у каждой из крупных бизнес-структур, но они как-то переименовались для того, чтобы быть в тренде, получать какие-то преференции, значит, отчитываться перед руководством о том, какие они замечательные и крутые. И не стоит на это обращать внимание. Это никак качественно картину не меняет, вообще ее каким образом не модифицирует. Я еще понимаю, что можно думать про какие-то военные подразделения из числа дееспособных. Есть же там разнообразные спецназы и так далее, есть разные силовые структуры, есть вполне себе дееспособное ФСО, есть отдельные отряды в рамках Росгвардии, есть, наконец, там Ахмат Кадырова, то есть можно на их тему рассуждать и говорить, кто из них что может, кто из них ничего не может. Ну, еще раз скажу, дважды в одну воронку снаряд не падает, поэтому не надо ждать повторения того, что сделал Пригожин. Пригожин, он уникален в своем роде, еще и тем, как он мог разговаривать и договариваться с Путиным, что было блестяще продемонстрировано в конце июня, что они там все пришли к Путину, все руководство Вагнера в полном объеме, никто их не арестовал, не задержал, три часа с ними разговаривали, обсуждали итоги успешно проведенной операции, все разошлись после этого, Пригожину все вернули, то есть это впрямую следует о том, что люди обо всем договорились, взаимных претензий не имеют, а то, что там погибли какие-то летчики, то есть, ну и как бы, ну и черт с ними, да, то есть по мнению Кремля. Нам надо идти своим путем, не надо никому вставать в хвост, не надо разбираться в разных сортах говна, которую выбрать, оба хуже, надо строить свои подразделения, свой силовой кулак и им побеждать. Этим мы и занимаемся. Как вы, как вот оцениваете реакцию силового блока режима на два действия, направленных как раз против него, на его ликвидацию? Первое, это марши, настоящие марши справедливости, а не Пригожинские, РДК и Легиона? И вторая реакция, как раз на вот этот марш курильщика, назову его так, господина Пригожина. В первом случае, велись активные боевые действия. Опять проблему у нас даст со связью, к сожалению. Коллеги, давайте попробуем снова перезвонить господину Пономареву. Также хотим обсудить с нашим гостем анонс, скажу так, наверное, не знаю, не впервые, скорее всего, в эфире телеканала Freedom, но напоминать об этом необходимо. Цезарь, это командир Легиона Свободы России, в интервью изданию Guardian анонсировал еще один рейд на территорию Российской Федерации. Процитирую из интервью, вот несколько слов, в течение следующего месяца или около того будет еще один сюрприз. Говорит Цезарь, это будет наша третья операция, после нее будет четвертая и пятая. Сразу же несколько операций были анонсированы. У нас амбициозные планы, мы хотим освободить всю нашу территорию. Еще раз, это цитата командира Легиона Свободы России с позывным Цезарь, господин Пономарев, на связи. Илья, слышите ли нас? Да, я слышу вас. Прекрасно, просите, что-то происходит со связью. Нет, это прямой эфир. Удержки прямого эфира. Я вернусь к своему вопросу. Реакции режима на два попытки сопротивления, ну, а при Гоже не так точно это была попытка, то, что делают РДК и Легион, это не попытки. Это реальный показатель того, что такое режим. Так вот, в случае с РДК и Легионом, по сообщению СМИ, по крайней мере, чуть ли не до призывников отправляли на бои с представителями российской оппозиции с оружием. Ну, то есть, велись боевые действия. И смотрим на то, как вела себя, как вела себя силовой блок в случае с Пригожинским маршем. Как-то вяло, мягко говоря, скажем так, импотентно, скажу вот так, почему довольно разная реакция? Как вы видите это? Смотрите, многие из моих друзей говорят, что такая реакция, потому что, типа, свои. Ну, вот, часть армии и поэтому. Я думаю, что все по-другому. Я думаю, что такая реакция, потому что есть образ силы. Всем очень страшно. Никто не хочет ложиться под танк. Вот у Пригожинских есть репутация. Это зэки, уголовники, это дикая дивизия. Ну, как же все, как корниловские мятежи. Там было самое страшное подразделение в корниловском мятеже. Это дикая дивизия, значит, горцев, которые, если что, там, значит, зарежут и все. Вот так же и здесь. Их страшно. Чеченцев страшно. А вот что такое был легион свободы России, это еще было непонятно. Еще не было так страшно. Конечно, там вроде как украинцы, ну, это как бы диверсионные группы. То есть, вроде как, это не основные силы. Поэтому не так страшно. А Вагнеров страшно. Поэтому это вопрос репутации. И по мере того, как будет видно, что вся наша сила, это ничуть не менее страшно, чем Вагнера, что они ничуть не менее профессиональные, я вас уверяю, что там реакция будет ровно такая же. Уже у граждан России реакция одинакова, потому что в равной степени с цветами встречали и Вагнеров в Ростове, и наших ребят в Белгородской области. Потому что любая сила, которая против Путина, это хорошо. И любой силой, которая против Путина, люди готовы с ними поддерживать, и, значит, всячески им помогать. Осталось еще посеять вот этот вот страх в силовиках, и все будет сделано. Уже сейчас мы видели, что сопротивление, ну, мягко говоря, не носит сверхъестественный характер, и вы совершенно правы, что кидали самых там необученных, слабых, они там разбегались и так далее. И ФСБшники, которые впоследствии подарили РДК, БТР, по-моему, если мне память не изменяет, или БМП, вот не помню, классификация конкретного вооружения, спасибо Федеральной Службе Безопасности за обеспечение русским добровольцам техникой. В конце, вот, я процитировал интервью Цезаря, командира Легиона Свободы России, он говорил о нескольких рейдах, которые планируются вот в ближайшие месяцы от одного до пяти, скажем вот так. Какая цель этих рейдов? Это покусывание, либо же, ну, попытка, не знаю, постепенно так одним за другим рейдом там и до Москвы, в принципе, недалеко. Понимаете, до Москвы такими постепенными укусами не дойдешь. Это нужно делать аналогично Пригожину, большим ударом, большим наступлением, но до этого надо дорасти и натренироваться, и чтобы достаточное количество людей к нам присоединилось и так далее. Мы на верном пути сейчас в составе Легиона четыре батальона, есть еще батальон РДК. То есть это достаточно значимая история, но еще не такая даже, какая была у вагнеров. Но в конечном итоге задача это освободить кусок территории. Нам необходимо поставить вот этот белый-синий-белый флаг, чтобы его люди видели и понимали, что действительно новая Российская Республика, она родилась. сформировать там органы власти и показать, что процесс освобождения начался. Первый заход был, как мы знаем, три дня, второй заход был десять дней. В какой-то момент времени, мы не знаем, это будет в третий заход или в пятый, но в какой-то момент времени обязательно постоянно освобожденная территория возникнет, и к этому надо двигаться. Нужно, чтобы наши зрители, как говорится, закрепили просто смысл ваших слов, что мы не просто говорим сейчас о действиях оппозиции, где-то тихо, как-то там, мы говорим сейчас о прямых рейдах с пожеланием одним уничтожить режим. И как бы там Песков не говорил, что господин Путин сильный и так далее, там подобное, ну, тут, мне кажется, факты говорят сами за себя. Лес, спасибо вам огромное. Благодарим вас, Илья, за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Действительно, очень интересная картина образовывается. Будем наблюдать и радовать за то, чтобы такие изменения скорее оперативнее. Илья Пономарёв, создатель канала «Утро февраля», депутат Госдумы России 2007-2016 годов.